Информационный брифинг, посвященный Дню Независимости Украины, собрал в стенах консульства представителей ведущих городских СМИ, а также почетных консулов других государств, выполняющих свою миссию в Бресте. В своих приветственных словах украинский консул рассказал, где главный государственный праздник будет отмечаться, кроме столицы Украины. Наш брифинг приурочен ко Дню Независимости Украины. Все вы знаете, что через один день, в воскресенье, Украина, весь украинский народ, все украинцы зарубежья, украинская диаспора за океаном будут отмечать этот один из самых главных праздников Украины – День Независимости. Круг вопросов, обсуждаемых на брифинге, был велик. Однако доминирующей темой стали трагические события в стране. Олег Мысок, как официальный представитель Украины, выразил глубочайшую признательность лидерам многих государств и президенту Беларуси, в частности, за поддержку, оказываемую сегодня. Сегодня Украина, как никогда раньше, встречается с большой поддержкой мира, всего мира. Европейского Союза, особенно Польши, за что мы очень благодарны. В том числе и Белоруссии. Исходя из своих условий, которые Белоруссия, президент Республики Белоруссии Лукашенко, робит все возможное, чтобы этот конфликт как-то направить в мирное русло. Вопросы, затронутые во время брифинга, касались и людей, переехавших из Украины в нашу страну временно или на постоянное место жительства. Консул уверен, что в Беларуси от выходцев из страны соседки не отказываются. Работодатели предлагают большой выбор рабочих мест. В Белоруссии очень много вакансий. Сегодня 90 организаций заявили желание принять граждан Украины к себе на работу. Это в основном строительные фирмы, потом швейное производство, челочный комбинат здесь, готово предоставить общежитие, плюс все без сперта хозяйственной работы. В завершении мероприятия Олег Мысок выразил уверенность, что теплые дружеские отношения между Белоруссией и Украиной будут поддерживаться и дальше. А потому всех присутствующих пригласил на торжественное возложение к памятнику Тарасу Шевченко, которое состоится уже в это воскресенье.